МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расстояние 300 метров. Готов. Остановить. Огонь! В июле 41-го немцы уже оккупировали десятки городов. При Балтике, Украине и Белоруссии. Захват Витебска обеспечивал наступление на Смоленск и дальше на Москву. Для того, чтобы остановить противника, советское командование решило нанести удар по наступающей группировке силами двух механизированных корпусов. Здесь, среди липельских балов, 6 июля 41-го года в смертельной схватке сошлись боевые армады СССР и Третьего Рейха. Впереди шли быстроходные советские танки БТ-7. Именно они должны были решить исход этой битвы. Внимание! Справа два немца. Прости уже настрой горячего. Амази его. Ухожу в сторону леса. Не подставляйте механика, что жили-зилем. Попадали в борт. Вязки в кулуке. Вязки свое оружие. Покируйте машину. Горевшие на пуле бои танки. Сбиты в воздушном бою самолеты. Мы идем по фронтовым следам военной техники. Ищем и находим участников и свидетелей тех боев. Эти места открыли еще одну страницу Великой войны. Людей и машин. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наша группа давно занимается поиском и восстановлению военно-исторической техники. В деревне Шебеке при опросе местных жителей во дворе я увидел уникальный самогонный аппарат. Трубка этого аппарата была изготовлена явно из поручневой антенны танков Т-26 или БТ-7. Местный дедушка пояснил, что он нашел эту трубку на крови болота. Я понял, что нас может ждать здесь удача. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Игорь Матюк. Руководитель поисковой группы «Эхо-воин». По образованию инженер-конструктор радиоэлектронной аппаратуры. По роду занятий и призванию водолаз. По характеру экстремал. Занимается подъемом и реставрацией военно-исторической техники. Одно время работал за границей и довелось побывать на авиашоу в Валбурге, Германии. Три дня авиашоу, 60 тысяч зрителей. Кульминация – посадка самолета Мессершмитт 40-го года. Видел восхищение на лицах людей. Потрясающе. Гордость, радость такая. Понимаете, исходящая изнутри. За пилота, за самолет, за то, что восстановили, сделали. В Беларуси на тот момент не было ни одной восстановленной машины. Хотя, я считаю, наши техники этого достойны. Случалось, что детали боевых машин десятилетиями лежали в том месте, где их экипажи принимали последний бой. Чаще всего люди погибали вместе с машинами. Места, где может находиться боевая техника, поврежденные и брошенные, поисковики вычисляют по рассказам местных жителей, воспоминаниям ветеранов и архивным документам. Потом к делу идут металлоискатели. Вот здесь, Вова, что-то помощнее и подходы. Но только руки и глаза человека в состоянии определить, какую тайну скрывает толща болотной воды или грунта. Первая удача. Из болотной жижи группа Игоря Матюка извлекла гусеничный трак. Траки, ё-моё! Что это, траки? А когда на поверхности возникли маслянистые разводы, появилась уверенность, под воду действительно танк. Но какой именно и в каком состоянии? Ответы на эти вопросы мог дать только дальнейший поиск. В конце 20-х годов прошлого века перед молодой Красной Армией остров стала проблема модернизации. Войска срочно нуждались в новом современном вооружении. Первая мировая война показала всем воюющим сторонам, время лихой кавалерии проходит. В бой вступают броневые машины. Первые советские бронемашины выпустили на заводах в Нижнем Новгороде, Ленинграде и Харькове. Но современным требованиям они не соответствовали. Малая скорость, перегрев и отказ двигателей, проблемы с коробкой передач. В конце ноября 29-го года было создано управление механизацией и моторизацией Красной Армии с самыми широкими полномочиями. Было решено обратиться к зарубежному опыту. И вот в канун Нового года группа сотрудников отправилась в зарубежную поездку. Делегацию возглавил начальник управления Иннокентий Халевский. Задачу предстояло решить непростую. Найти перспективные модели боевой техники, закупить и отправить в СССР образцы танков, бронемашин, тракторов и автомобилей. Обязательно с технической документацией. Германию советские военные специалисты проехали транзитом. По международным требованиям после Первой мировой войны разработка вооружений на предприятиях этой страны официально не велась. Франция тоже не предложила ничего интересного. Здесь уже несколько лет модернизировали легкий танк Ренов. А советских инженеров интересовали принципиально новые подходы к бронетехнике. Не нашлось таковых и в Чехословакии. Военная промышленность этой страны была достаточно развитой. Но здесь особое внимание уделяли разработке авиационных моторов. А вот в Англии удалось закупить и отправить в Москву образцы легкого танка Виккерс 6 тонн. Приобрели и лицензию на его производство. Комиссия Халебского первая оценила качество британского танка. И в июле 1931 года в Советский Союз были отправлены 15 шеститонников. Легкий танк Виккерс 6 тонн. Разработан британской фирмой Виккерс Армстронг. Выпускался в двух вариантах. Двубашенный и однобашенный. Калибр пушки 47 мм. Толщина брони 15 мм. Экипаж 3 человека. Скорость движения по шоссе 37. По пересеченной местности 22 км в час. Кстати, невысокая скорость была одним из существенных недостатков Виккерса. Другой проблемой не без оснований считали двигатель с воздушным охлаждением. Он перегревался и часто становился источником пожара. В СССР английский танк усовершенствовали и под обозначением Т-26 запустили в массовое производство. Но Красной Армии требовалась более надежная и мощная машина. Командировка специалистов управления механизацией и моторизацией продолжалась. Группе предстояло пересечь океан. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК По скорости на колесном ходу 75 км в час. Сделка, которую заключили Американо-советская торговая организация Амторг и фирма инженера Кристи, обошлась в 160 тысяч долларов. Кристи обязался поставить машины в полной комплектации со всей документацией и правом производства танков на территории СССР. Закупленные танки еще стояли в порту, а Реввоенсовет СССР уже принял решение о производстве американского танка для нужд Красной Армии. Но Кристи подвел, отгрузил машины без технической документации. Членам Советской комиссии пришлось их буквально добывать у американцев. Нужные бумаги просто скупали у помощников Кристи. Наконец, 24 декабря 1930 года образцы были погружены на пароход и отправлены в СССР. Выпуск боевой машины комитет обороны поручил Харьковскому паровозостроительному заводу. В советской версии танк Кристи получил название «БТ» — «Быстрый танк». Болото, река, озеро. Разная среда, разная плотность воды. В этой мути аквалангист находится в абсолютной темноте. Действовать приходится на ощупь. Чем глубже погружается аквалангист, тем сложнее ориентироваться. Единственная связь с внешним миром — спасательный трос, который является сигнальным концом. Водолозное отследование подтвердило, в болоте действительно танк «БТ-7». И главное — целый. Задача — вытащить такую машину инженерно довольно сложно. Но и главный вопрос волновал который — есть ли там экипаж. Сентябрь 1931-го. Первые испытания опытных образцов нового танка показали. Машина требует серьезных доработок. «БТ-7» замечательный, но броня по толщине она соответствовала тем снарядам, которые были в противотанковых подразделениях немцев или западных противников, будем говорить так. Но, извините, она была не сварная, не цельная, а оклепанная. А что такое оклепанная? Вы знаете, ударом снаряда большого калибра она разваливалась. Из трех «БТ», которые все-таки были подготовлены для московского октябрьского парада, один загорелся на подходе к столице. Стало понятно — просто скопировать танк «Кристи» не получится. Из записки начальника вооружений Красной Армии, заместителя-председателя Реввоенсовета СССР Михаила Тухачевского. «Прошу вас сообщить, соответствуют ли характеристики танка «БТ» заявленным? И не совершаем ли мы ошибку, ставя этот танк к производству? Для доводки машины срочно сформировали специальное конструкторское бюро. Одна группа занималась двигателем, другая — ходовой частью, третья — вооружением. Конструкция «Кристи» улучшалась от испытания к испытанию. Изменилась башня и броневая защита. На колесном ходу все колеса стали ведущими. Появились мощные радиостанции с антеннами, характерные поручни вокруг башни. В войска поступила новая машина, которая быстро стала популярной. Корпус серийного «БТ-7» выпуска 1935 года собирался из броневых и стальных листов и представлял собой жесткую коробчатую конструкцию с продолговатой носовой частью и трапециевидной кормой. В кормовой части располагался карбюраторный V-образный 12-цилиндровый двигатель мощностью 400 лошадиных сил. Ходовая часть состояла из двух ведущих, восьми опорных и двух направляющих колес. В башне размещалась 45-мм танковая пушка образца 1934 года и спаренный с ней пулемет «ДТ». На части танков устанавливались кормовые и зенитные пулеметы. Экипаж — три человека. Танкисты, не автобусники, у них нет ни мягких кресел, а все железные, правда, с некоторыми спинками. Танкисты не имеют тепла, двигатель стоит сзади и идёт всё наружу, они при помощи валенок и комбинезонов в зимних условиях. У них очень стеснённые условия работы по всем параметрам. Не зря бытует армейская пословица, что какие бывают грязные. Говорят, грязные, очень грязные и танкисты. Боевое крещение «БТ-7» получил на Халкинголе в военном конфликте с Японией. Машина стала гордостью и заслуженным символом автобронетанковых войск Красной Армии в предвоенные годы. В начале июля 41-го в Междуречье Березины и Днепра части двух вражеских моторизированных корпусов пытались прорваться в Витебском направлении. Навстречу противнику выдвинулись два механизированных корпуса с Западного фронта. К 6 июля в броневом кулаке Красной Армии на этом фронтовом участке было более тысячи боевых машин. Девцы выбирали опорные пункты на таких участках, где справа лез и слева лез. А танк, мой наступающий танк, должен только здесь идти. И они заранее пристреливали вот эту местность. Я приезжаю на этот участок, а он уже пристрелен немцами. Пристрелен. Я должен был определить его, а ему не надо ничего определять, он уже... Ага. Впервые за первый месяц войны советские войска имели численное преимущество в технике. Немцы продолжать наступление не могли и перешли к обороне. Попадали в наш танк, один снаряд попал под калибрную башню, механик этот. Командир танка погиб, только командир танка. В борт танков второй снаряд попадал в борт, только загорелся танк, трансмиссии, там же топливо, масло и так далее. Ну, повезло мне, что я остался жив. Командование Западного фронта приняло решение нанести контрудар в направлении Синно-Лепель. Количество танков 613. Под проливным дождем и по бездорожью. Враг этого явно не ожидал. Я сам удивляюсь уже после. Ну, почему я страха, никакого я страха не испытывал. А когда танк идет в атаку, взял в атаку, вошел в атаку, то там только успевай выполнять команды, командиры. Бронебойный заряжай, осколостных фугас, и все это надо найти. Все это там, да, танк, стой, короткая. Из-за вспоминаний немецкого танкиста о Токариусе. 8 июля в нас попали. Мне впервые пришлось выбираться из-под битой машины. Это произошло возле полностью сожженной деревни Ула. Они вывели из строя нашу машину как раз у края леса, на другой стороне реки. Это произошло мгновение ока. Удар по нашему танку металлический скрежет, пронзительный крик товарища, и все. Большой кусок брони вклинился рядом с местом радиста. И только когда я выскочил, схватившись рукой за лицо, при дорожном кувете обнаружил, что меня тоже задело. Мы находились уже вне танка. Находились вне танка, я говорю, кто-то на подготовке откуда-то снаряд, мощный снаряд, около танка. Недалеко от танка. И я вот этим снарядом потерял сначала глаза, глаза потерял я, слух потерял, но потом постепенно восстановилось. Самый ответственный этап экспедиции – подъем машины из воды. Первая попытка… Первая неудача. Но узнали главное. Состояние машины удовлетворительное. Толстый слой ила и отсутствие кислорода помогли сохранить металл. Впереди попытка номер два. Но станет ли она решающей? Поисковики идут на новый риск и новый эксперимент. У первых БТ-шек был конструктивный недостаток – слабые буксерные ремы. Поэтому и произошел обрыв. Разрабатываю новую тактику. Ныряю в абсолютной темноте, стесненности. Пытаюсь завести троса за что только могу. За колеса, за выступающие части. И в это время обрушивается верхний слой торфа. Не мог дотянуться даже до сигнального конца. Выбрался с трудом. Четверо суток противостояния существенно замедлили немецкое наступление. Вот этот Лепельский контрудар дал не только показать, что мы умеем воевать, и наша техника прекрасная, но и вынудил немецкое войска и изменить направление. Местами перейти к обороне и не в те плановые, которые он хотел, моменты форсировать, не призахватить плацдарм. Но немцы оказались сильнее тактически. Перед войной у нас была наступательная стратегия. И все учения, все вопросы, которые ставились, отработки на этих учениях, были наступательного характера. А как таковой обороны действительно редко, тяжело и трудно найти. И все-таки битва на Лепельско-Сенинском направлении стала одним из крупнейших танковых сражений Великой Отечественной войны. С обеих сторон в нем участвовало около двух тысяч боевых машин. Историки часто говорят о том, что в начале войны советские танки были устаревшими и не соответствовали требованиям современной войны. Но характеристики боевых машин говорят о другом. БТ-7 был более чем достойным противником. В июле 41-го нашим БТ противостояли немецкий панцер Капфаген ПЦ-38. Масса БТ 13,9 тонны. Масса немца 9,7 тонны. Экипаж советского танка 3 человека. Немецкий экипаж надавал бойца больше. Лобовая броня ПЦ толще, чем у БТ 25 мм против 15. БТ-7 развивал среднюю скорость 53 км в час, ПЦ-38 42 км в час. Калибр пушки больше у нашего танка 45 мм, у немца 37. Правда, снаряды и советского, и немецкого танков пробивали броню друг друга. Несмотря на количественное преимущество, на технические характеристики советские танковые части не сдержали противника. В сводке за 10 июля 41-го Лепельское направление уже не упоминалось. Они сражались до последнего снаряда и, как правило, или горели, или взрывались вместе с своей боевой машиной. Очень тяжело. Тяжелые переживания после... За потерю, значит, кого-то потеряли, или навсегда потеря, или же потеря путем ранения, там, уходят. Вторая попытка и новый риск. Чтобы не повредить танк, нужно поднимать его равномерно. А это возможно только при жесткой опоре из поперечных и продольных бревен. Напряженное ожидание. Над водой появляется башня танка. Но тросы могут оборваться в любой момент. И все-таки боевая машина оказалась на берегу. Сработал оригинальный план. Танк БТ-7, вытащенный в деревне Шубеки, оказался, на удивление, полностью комплектным. Самое главное, к счастью, танкистов там не было. Экипаж успел ее покинуть. Теперь им предстояла интересная задача восстановления ее. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Они участвовали в боях на Халкинголе, в походе Красной Армии в Западную Белоруссию и Украину, в Советско-финской войне. И пройдя все фронты Великой Отечественной, завершили боевой путь переходом через Кинганский хребет. Именно на Дальнем Востоке осталась самая крупная группировка этих боевых машин. В жестоких боях 41-го БТ-7 доказал, эта машина способна побеждать. Увы, многие сотрудники Управления механизацией Красной Армии ничего этого не узнали. В 1937-м они были расстреляны. Участь врагов народа ожидала инженеров и директора Харьковского завода. Командар Мхалебский за успехи в техническом оснащении Красной Армии, награжденный Орденом Ленина, пережил своих товарищей всего на год. В обвинении было сказано, что он тоже выполнял задания польской, греческой и финской разведок. Картина последнего боя БТ-7 могла быть и другой. Нами установлено, что танк был переброшен сюда с Дальнего Востока. Но имена бойцов экипажа нам еще предстоит узнать. Мы соединили две истории. Одна – создание для Красной Армии нового рода войск. И вторая – история Великой войны, участницей которой была боевая машина БТ-7. Обе истории трагические и захватывающие. Наша задача выполнена. БТ-7 занял свое почетное место в ряду поднятых и восстановленных боевых машин. Память жива, пока помнят живые. Поиск продолжается. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова